Приветствую вас! Первое, что хотел бы я вам сказать, это то, что вы ориентируетесь не на то. То есть вы ориентируетесь на него. Вы пытаетесь понять его, при этом не понимая и не видя, что только поняв себя, только поняв свои чувства, поняв свои намерения, поняв свои ценности и свои границы, личные границы, вы сможете жить так, как хочется вам, а не так, как хочет кто-то другой. Неважно, кто это, муж или кто-то ещё. Также скажу вам, наверное, такую достаточно, ну, избитую уже фразу, которая наверняка вам знакома, вот, но тем не менее, от этого она менее значимой не становится. Отношения людей, отношения людей, именно людей, к другим, ну, вот, к вам, например, например, да, отношения людей. А, на принципе, напрямую зависит от того, как вы относитесь к себе. Напрямую зависит от того, как вы относитесь к себе. То есть если вы к себе относитесь плохо, если вы к себе относитесь негативно, вот, то и, соответственно, ситуация будет складываться, ну, примерно так же. То есть она будет складываться примерно, ну, вот, в таком же ключе. Да? То есть люди будут, люди будут относиться к вам так, как вы относитесь к себе. И мужчина относится к вам так, потому что где-то в глубине души вы так же относитесь к себе. Вы, в глубине души, в глубине души вы так же видите себя, вы видите себя такой же. Понимаете? То есть вы видите себя такой, что вам, вам может делать больно, то есть вы это допускаете. Иначе бы вас не было бы в отношениях с мужчиной. Вы допускаете такую историю, что перед вами можно потом измениться. Вы допускаете совместное проживание с человеком, который при этом не является вашим мужем. Это всё что? Это всё заниженная самооценка. И коль самооценка у вас занижена, то и люди, в частности вот, ну, вот это вот, ваш гражданский муж, например, будет относиться к вам как, так же, ваш гражданский муж будет относиться к вам так, как видите вы себя сами. Понимаете? Вот как вы себя сами видите, да? Вот. Вот так он и будет относиться к вам. К сожалению. К сожалению. К сожалению. К сожалению. И этого не изменить. Этого не исправить. До тех пор, пока вы сами не поменяете своё отношение к себе. Дальше. Отвечаю на ваш вопрос. Да? Значит. Почему мужчина так себя ведёт? Первое. Мужчина боится близости. Ну, боится близости он вообще любой, любой. То есть, как бы, его мужественность, да, вот это вот, то, что он говорит вам, то, что вы описываете, вот это вот, значит, ну, то, что вы вот пишете, что он, ага, значит, ну, по началу извиняется, да, а в нём всё продолжается заново, то, что он такой мужественный, вот это всё сразу. Страх близости. То есть, близость, а, да, опять же, то, что он молчит, когда вы пытаетесь с ним поговорить. Это всё страх близости. То есть, человек боится раскрыться, боится рассказать о своих эмоциях, боится поделиться своими эмоциями. Боится, что они, эти эмоции, как-то негативно, ну, на него повлияют, да. То есть, может быть, кто-то, там, использует это против него, там, и так далее, ну, вот. Это, это вот такой момент. Второй момент, это то, что мужчина, подавляя эмоции себе, сам, подавляя свои эмоции, он всё равно нуждается в том, чтобы их выразить. То есть, он всё равно, как бы, да, как, как бы там, что не было, мужчине всё равно эмоции нужны. Да, ну, каждому из нас эмоции нужны. Вот. И поэтому, поэтому он злит, как бы, вас, да, выводит вас на эмоции, чтобы с одной стороны, чтобы с одной стороны вы увидели, какой он плохой, он плохой, да, какой, какой он нехороший, какой, какой он, там, злой, какой он негодяй и так далее. Вот. С одной стороны. А с другой стороны, да, и, при этом, подкрепляли бы его позицию в том, что он, ну, не достоин. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ что он не достоин того, чтобы быть счастливым там, ну и прочее, прочее, прочее. А с другой стороны, он использует вас для того, чтобы хоть так, хоть таким вот способом испытать хоть какие-то эмоции, хоть какие-то чувства, вот, потому что, ну, как бы, без чувств, совсем, да, жить, ну, невозможно. Вот, и он это делает, в ущерб вам, да, в ущерб вам он это делает, да, он это делает так, что, значит, ну, так, что все время, да, он, получается, вам причиняет боль, да, это тоже так, но у садистов, а мужчина именно, садист, данный аспект поведения является ключевым, вот, то есть, для него ключевой фактор, именно вот ключевой фактор через других людей, пытаться прожить свои собственные чувства, вот. Это вот то, что он делал, ну, то, что он пытается сделать, скажем так. Хорошо ли это? Нет, не хорошо. Может ли он по-другому? Ваш, ну, в общем, муж Граданский? Нет. Нет, по-другому он, к сожалению, не может. Ладно, если бы он мог по-другому, он бы, скорее всего, бы делал. Вот, если бы он не делал, на что не может. А может ли он, там, измениться, поменяться? Там, допустим, да, может. Измениться и поменяться он может, но для этого нужно, чтобы он сам этого захотел, вот. Чтобы он сам захотел изменить, чтобы он сам захотел поменять, вот. Только тогда, только тогда можно будет говорить о том, что, значит, что-то изменится. Вот. До тех пор, до тех пор, пока этого не произошло, он не изменится. Он не поменяется, к сожалению. Вот. Вот это то, что можно сказать вам по поводу него. Теперь смотрите. Значит, теперь смотрите в том, что касается вас. Да, то есть вы здесь тоже, в общем-то, достаточно хороши. В плане того, что мужчина у вас чуть ли не во всём виноват, да, мужчина чуть ли не у вас, этот, психически больной человек. Вот. А вы, значит, получается, ну, ничего не знаете, да, ничего, ни за что не отвечаете, вот. И, собственно, ни к чему вообще отношения не имеете. Вот. На самом деле это позиция, ну, не самая лучшая, да, для построения отношения, ну, именно вот, именно с вашей стороны. То есть, это не самая лучшая позиция с той, с точки зрения, да, чтобы, чтобы вам, чтобы именно вам что-то, что-то делать. Вот. Понимаете, надеюсь, о чём, о чём я хочу сказать. Вот. Так что, прошу внимательно отнестись к тому, что я сейчас скажу. Итак. Ага. Первое. Гражданский муж, значит, всеми поступками делает всё, чтобы я отвернулся от него и ушла. Значит, во-первых, что это за гражданский муж? Почему гражданский муж? Какой вообще гражданский муж? А почему вы согласились на то, чтобы у вас был гражданский муж? Я имею в виду, что неужели вы не считаете себя женщиной, там, ну, достойной того, чтобы быть в официальном браке с официальной женой и так далее. Вот. То есть вы сознательно выбрали для себя роль гражданской жены. Почему? Вы, конечно, скажете, что у вас есть какие-то обстоятельства, что этих обстоятельств очень много и так далее, но всё это будет упираться только в одно. Ваш выбор. Вы говорите, что любите его, ну, своего мужа. Я вам верю. Я верю в то, что вы его любите. Но любовь это означает возможность, желание сделать человека счастливым. И всё. Ну, не более того, вы же захотели стать его гражданской женой. То есть согласились на это. Это вопрос к вам. Почему? Это говорит либо о том, что вы боитесь одиночества, либо о том, что вы, ну, например, например, да, я сейчас говорю чисто вот, значит, ну, предполагаю. Либо вы, значит, либо вы боитесь одиночества, либо вам он для чего-то нужен. Мужчина. Вот. Ну, вот именно этот мужчина, именно этот вот конкретно, вам для чего-то нужен. Вот. Ну и, соответственно, это уже вопрос к вам. Для чего он вам нужен? Чем продиктован, продиктован ваш выбор. Дальше. Привацирует, издевает, оскорбляет. Эээ, смотрите. Значит. Привацирует, оскорбляет, издевает. Это ваша реакция. Это то, как вы реагируете. Эээ. На него. На его. Эээ. Действия. Это ваша реакция. Понимаете? В чем дело? И за, за свою реакцию. Да. За свою реакцию. Вам. Вам. Нужно нести ответственность. Понимаете? А вы ее такое ощущение, что не несете. И это еще один вопрос. К вам. Мужчина издевается, причиняет вам боль. Хорошо. Это его право. Это его решение. Это его выбор. Но ваше право. И ваше решение могло бы быть, это не терпеть. А вы терпите. А вы терпите. И вопрос в том, ради чего. Так. Внимание. Ну, внимание это, собственно, да. Это вот. Страх. Он вам внимателен. Он все-то для вас делает, когда не боится влиться. Вот. То есть, когда все хорошо, вы будете понимать, что его не устраивает. Вот. То есть, это запрет. Это. Это запрет на счастье у него действует. Откуда и внимание. Я могу проявлять себя, проявлять свои эмоции, только когда ты на меня влишься, обижаешься, там, сердишься и т.д. и т.п. Дальше. Значит. Вот вы пишете, что делает то, что знает, я не приемлю. Вот. То есть, понимаете, да? Да. То есть, вы говорите. А вы, взрослый человек, говорите, что, м-м-м, так. Может ранить меня очень больно. Но он твердо знает, что заставляет меня страдать. Не просто мелкие оскорбления, а прямо по больному. А, Ольга. Вы же понимаете, что восприятие того, что он делает, да? Ваше. Вам больно. Вам, ээээ, вы страдаете. Не он заставляет вас страдать. Вы страдаете. Так возьмите на себя ответственность за это. Разберитесь с тем, почему. Почему, эээ, может быть что-то, да, может быть что-то, эээ, что он, ээээ, вызовет у вас страдание. Почему? Почему что-то может вызвать у вас страдание? в принципе, вообще. Понимаете? Разве, разве вот этот аспект не важен? Разве ответственность за это лежит не на вас? Вы считаете, что это мужчина причиняет вам боль, а вы не считаете, что у вас есть слабые места, которые вам нужно, ну, для себя определить, с которыми вам нужно разобраться самостоятельно для того, чтобы никто, ни муж, ни кто-либо другой не могли причинить вам, значит, страдания, никто не мог, ну, чтобы никто, никто не мог вам задеть, вот. Знаете, какая история? Вот. Это ваше ответственность. Это то, что нужно сделать вам. И вопрос в том, сделаете вы это или нет? Понятно? Отделите ли вы то, что делает муж от своей реакции? Скажите, вот он делает то-то, 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 это он делает. Не важно в какой цели, не важно почему. Да, он это делает. А вот я реагирую на это именно так. Мне больно. Мне тяжело. Мне неприятно. Из-за чего? Какие процессы внутри меня стоят? Знаете, конфликты, мысли, страхи, переживания. Так, значит, вчера вечером провели в ресторане, он сказал, что мне больно, он вроде понял. Знаете, вот это вот опять, да, это опять. Это вы выставили себя жертвой, вот вам изучите треугольник Карпмана. Вот посмотрите в интернете, треугольник Карпмана. Вот. Вот вы выставляете себя жертвой. То есть вам больно, виноват муж. Но если не нравится, если не нравится, что муж делает больно, то взрослые люди, они поступают как? Они уходят. Они выставляют границы. Вот. Вы можете сказать, что я же его люблю. Не спорю. Может быть вы его любите. Но в таком случае, в таком случае, если вы его любите, и если вы ради любви готовы терпеть боль, то вы жертвуете. Вы опять же жертвуете. Это жертва. Опять же. Понимаете, какая история. Ого. Так почему так? Да? Ради чего вы жертвуете? Чтобы что? Если человек жертвует, он всегда это делает для себя. Он так лучше себя чувствует. Например, вы жертвуя или чувствуя, как ваш мужчина, допустим, ну извиняется, да, там страдает, там вот это всё. Но вы чувствуете себя лучше. Может быть вы чувствуете власть. Ну я не знаю, конечно, я опять же только предполагаю, что всё. Понятно, да? О чём идёт дальше? Дальше. Так, по дороге опять я сделал то же самое. Ну то что-то по сути, вот я специально сделаю плохо, чтобы ты обо мне думала плохо. То есть это подтверждение своей негативной позиции. Позит о том, что я плохой. Когда сказал ты чего только, ты чего только уже поговорили, то есть хоп, вы сразу преследователь. Вот это всё треугольник Кармана. Ночью снова тихают слёзы, раскаяния, очень мужественно, не думал, что он ведь плакает, но как есть. Ну об этом я уже говорил. Мне стало плохо, аж переизбытка эмоций, ну в принципе, да, это вот позиция жертвы, да. Опытное осознание, всё, бух, отрубилось. Всё. Пусть меня другие, пусть другие разбираются в моей проблеме. И вот муж ваш, он и разбирается в ваших проблемах. В театр вас зовёт, приглашает вас куда-то и всё. А вы что чувствуете? Власть над ним. Вы чувствуете власть. Контроль. Как-то вы его не контролируете, а так вы чувствуете контроль. А в контроле вы чувствуете себя в безопасности. Понимаете? То есть вы, по сути, оба играете в игру. Муж играет в игру, что я сделаю всё, чтобы ты поняла, что я плохой. А вы играете в игру, я буду на тебя обижаться и буду строить из себя жертвы, чтобы ты чувствовал себя виноватым. И я имел над тобой власть. Вот это всё. Вот это ваша игра. Вот. Как только вы выйдете из игры, как только вас перестанет задевать то, что делает муж, как только вам будет всё равно. на то, что он делает. Всё. Игра прекратится. Вы видите, что муж, он уйдёт в отрыв. Он не сможет с вами взаимодеться. Он не будет себя никак проявлять. Скорее всего. Понимаете? Плохо. Плохо ли это? Вам ответили, вам сказали, что это такой человек. Я согласен. Это действительно такой человек. Вот. Понимаете? Вот и всё. Вот он. Я думаю так. Дальше. Так. Я упал в дикий страх. Аква бросила меня не трогала. Мне было страшно. Правильно? Хотели вызвать в мужик чувство вины. Вот. С одной стороны, это на уровне такой полуинтуиции. На уровне полуинтуиции. А на уровне подсознания, что происходит? А на уровне подсознания, вы амстратны, потому что, ну сколько уже можно? Сколько уже можно? Сколько можно терпеть? Такое отношение к себе. Вот. Они говорят, ну хватит. Хватит. То есть вы чувствуете, что всё идёт к тому, что вы расстанетесь. Вот. И вы боитесь этого. Потому что, ну а как? Страшно же. Правильно. Страшно. И будет страшно. Пока вы не возьмёте ответ на себя в этой ситуации. За свою жизнь. Так. Я была, я ошарашен, но он ещё больше. А чем? Тем, что вам страшно или что? Вот. Почему страшно ещё может быть? Потому что вы ждёте от него защиты. Вы перекладываете на него ответственность за свою безопасность. А он вам этой безопасности дать не может. И вам из-за этого страшно. То вы должны сами отвечать за себя. За свою безопасность. Вы должны сами отвечать. Ну вот. Понимаете? А вы не хотите этого делать. Ну или не хотите, или боитесь. Вот. Я думаю, что скорее всего боитесь. Ну то есть вы убедили себя как бы в том, что... Что вы не можете этого делать. Вот. У меня вот есть, есть такие клиенты, которые вот, они говорят, говорят... Ну вот он мужчина, да, я слабая. Я слабая женщина. Он должен меня обеспечивать. Вот. До него, до него, до него обо мне заботился папа, теперь обо мне заботиться как бы он. Почему мужчина должен заботиться? Как папа. Мужчина должен заботиться как мужчина. Вот. А она хочет быть ребенком. И вы хотите быть для него ребенком. Я так полагаю. Вот. А к детям, к детям, если отношения здоровые, влечения нет. Желания нет к детям. Если отношения здоровые, влечения нет к детям. Вот. Вот и все. Вот так. Вот это то, что вам нужно, опять же, для себя понятна. Интегрировать свою картину восприятия миром. Вот. Ну, дальше он пытается, значит, с вами сближаться. Понятно? Понятно. Так. Значит... Вот он делает то, что вы любите, правильно, потому что знает, что вы от него отдалили. Скажите, какие предположения? Ну, опять же, это у вас позиция уже, да, потому что психологи не предполагают. Психологи анализируют, делают выводы и дают рекомендации. А предположения это если вы будете погадать. Так, он не просто ведет мелко-здравское имя, огромное влечение, заботы, потом сильнейший боль. Ну, он боится близости. Причем сильнейший боль – это ваша ответственность на него. То есть у вас проблемы с личными границами. Вот. Ээээ... Является ли он психически нездоровым? Ну, ну... Нет, у него в пределах нормы. Отклонения есть, но они в пределах нормы. Его никто не надает психически больным человеком. Так, можно считать, что я хорошая, потому что заглашивает вину, но раздражаю, потому что я другая. Не очень, не очень понятно. Вот, что вы этим сказали. Какая другая? Кто другая? Иметь в виду, что он вам изменяет – это неуверенность в себе. Это неуверенность в себе, ваш страх измен. Соответственно. Отсутствие собственной. В нашем месте – неуверенность в себе. У вас. Это все у вас. Не у него. А может, чувствует вину, что вытащил меня из семьи, а теперь надоело, раздражаю? Нет. Нет. Другое дело, почему вы вытащились из семьи сами. То есть предположим, что у вас с мужем, да, у вас с мужем были проблемы. Допустим. Допустим. Допустим, вы дальше хотели развестись с ним. Допустим. Вот. Нормально это? Вот. Вполне. Вполне. Вполне, да. Вполне адекватно. Вот. Понимаете? Ну, это ваш ответ. Опять же. Вам, после того, как вы осознали проблемы с бывшим мужем, нужно было развестись, пожить отдельно и потом выстраивать новые отношения. Что сделали вы? Из одних отношений пригнули в другие. Без ответственности? Без ответственности. Без ответственности. Дальше. Так. Я ушла от первого мужа не без его участия, он себя советует винить, пытается очередовать с хорошими поступками. Ну, это из области предположения, что вы же не от первого мужа, это исключительно ваша ответственность, и как бы мужчина стоит ни при чем. Я понимаю, что должна уходить от него еще с ним, но я хочу понять причину. Вам причина ничего не даст. Именно вам причина ничего не даст. А любовь? Любовь может быть и на расстоянии. Мне важно разобраться. Для чего? Понимаете? Это вам важно разобраться. Вот с тем, почему важно вам со значением для вас нужно работать. Мужчина и муж здесь ни при чем. Разговор не получая с вывести, он слушает, но никогда не говорит. Это все тоже, это все вот в ту копилку, в копилку того, что он боится близости. Максимум не накручивая, все же нормально, я тебя люблю, но бывает всяко. Этим самым он вызывает у вас параноидное поведение. Вы чувствуете, что что-то не так, да? Вот. Вы чувствуете, что что-то происходит, вот. А мужчина, он соответственно обесценивает то, что вы чувствуете. И это по факту, по факту, по факту, это вообще ни к чему, ни к чему не приведет. Он так и будет все обесцениваться. Пока вы откровенно не будете ему говорить, что вы хотите. Вот. Пока вы ему как бы не будете заявлять о том, что вам нужно конкретно. Вот. И пока вот он делает, делает вам больно, вы так осмотрите на него, что? Все, опять решил, что ты мне не нужен? Или опять решил, что ты никого не нужен? Да перестан. Да прекрати, это уже не смешно. Он опять там что-то делает для вас, ну что-то больное делает. Слушай, ну правда. Ну, ты че боишься? Знаете, что вот такая история, с позиции взрослого нужно вести себя с ним. Так, значит подскажите, какие причины приводят вот к такому поведению внезапно? Да нет здесь ничего внезапно. Оль, нет здесь ничего внезапно. Это стратегия, это стратегия, это устоявшаяся сценарная жизненная стратегия поведения, набраженная на то, чтобы подтвердить собственную негативную оценку. Вот и все. И он нашел такого человека, который позволяет ему играть в эту вот его игру. Ведь если бы вы не играли в игру с ним, да, если бы вы не вступали в его игры, если бы вы не обижались, если бы вы не воспринимали всерьез. Ну вот. Что же он делает? Он бы делать перестал? Потому что потребность в эмоциях есть? Есть. Потребность в том, чтобы доказать, значит, то, что он не достоин вас есть? Есть. Вы показываете ему, что он не достоин вас каждый раз, когда обижаетесь на него? Да. Вы даете ему то, что он хочет? Да. И вы рассчитываете, что это перестанет? Что это прекратится? Просто уйдете? Ну хорошо, уйдете, а то дальше. Вот у вас уже вторые отношения не складываются. В первых были проблемы, вы переложили ответственность на мужчину, да, то он вас вытащил из семьи. Вторые отношения не складываются. Это уже система. И система лучше разбираться. Это уже ваш жизненный сценарий. Это уже ваши определенные триггеры в поведении, которые, ну, есть лично у вас. Понимаете? Какая история. И с этим нужно работать. Работать с этим нужно именно вам и только вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам разобраться с тем, что вот случилось. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете написать мне в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.